Что вы там накупили? Маме креветки, а вам конфетки. Так, а потом? Вот так вот механики. Вот так вот делаешь, а не сыпься. Вот так вот. Вот так вот шарик, туда падает. Получается банкомат конфетный? Да. Ага, быстро вы разобрались. А, Анжела говорит, что только сегодня узнала, а Алена где-то на видео подглядела. На чьем канале ты это видел? У Валерки. У Валерки, да? Да, там тут такой большой шарик. Ой, огромный бакетчик. Там было уже не в пакете. Смотри, Лёва уже смог разобрать, но ты не спеши, чтобы не высыпалось. Лёва аккуратненько каждую конфетку перемещает. Смотри, каждый конфет. Смотри, каждый конфет вы осторожно с мороженым перемещает. Шарик. Лёва. Может, вы только один банкомат пока загрузите? Достаточно? А второй оставите на завтра банкомат. А ты уже разобрал? Конечно. Надо две. Два. О, папа, уже лодку на воду спустил. Так что будем загружаться. Вот, у Лёва уже готова. В карман весь мусор и в мусорный пакет. Вот так вот она. Работает? Три. Я три езж... Так вот уйду. Угу. О, Лёва уже в банкомат вывела одну конфетку. Угу. Дальше. Нису, перестань. Помогай, Лёвушке. Не, не надо. Да, ты ей помогай. Он помогает. Ага, Алина сама справится? Да. Какие старательные дети. Загрузили в банкомат конфет. И вот туда можно еще какие-то конфеты. Другие, да, кругляши? Витаминки, кстати, оскорбинки, кругленькие, маленькие. Да? Давайте попробуем. А давай? И по одной после еды будете получать. Через аппаратик. Это Аленушка заметила такие конфетулины. Я и не видела. Никогда бы их не заметила. Я вообще никогда не видела. У тебя и косички конфетки такие же цветные. Так. Потеряла эту конфетку? Ничего страшного. Ну что поделаешь? Давай мусор. Теперь у меня 7 конфет. А было? 8. 8, да. Ты уже и конфеты посчитала. Красота неземная. Работает? Да. Но я не знаю. Идем грузиться в лодку. Папа уже на воду ее спустил. Пока. Наша сторона. Увидимся через 3 дня. Едем на 2 ночевки. Ю-ху! На 2 ночевки! Быстрее! Быстрее, 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 быстрее грузимся в лодку. Ура, на 2 ночевки! Ура, на 2 ночевки. Я тоже. Ура, на 2 ночевки. Ура. Ура, на 2 ночевки. И палатку сразу. И палатку сразу. Да, едем уже аж на ночь. Хотя давайте усимем на. 9 часов времени. За водой. И я забираю. Я собираю палатку, а мама разжигает костюм. Ого! Вот это вы на маму водрузили. Тебе на волосы сядет скоро. А, нет, все-таки на маму. Какая красота! Уже улетела. Ой, на папу сейчас сядет. Смотрите, стрекоза. Нет, улетела. В общем, не полюбила она нас. А кувшинок сколько разрослось? Невидимо. Видимо-невидимо. Желаю всем хорошего отдыха. Качественно, интересно, с удовольствием провести время. Вернуться такими же счастливыми, здоровыми и веселыми. Вот кувшиночки порасцветали. Да, пора плести венок из кувшинок. Да. Два. Где на удочке жаба? Пошутила, да? Такая шуточка. Девочки, а что здесь происходит? Сыр ежем. Мыши любят сыр. Алина, на каком канале ты делал такое ножи? Спецзаказ. Спецзаказ? Два. Два. Сын, как успехи? Нормально. Накачивать будешь? Я в нее палатку поставил. Теперь буду на кашу. Иду и доносу. Ну, молодец. Спасибо, Тили, сыночек, за помощь. Пожалуйста. Я занимаюсь заготовкой дров. Здесь у нас сухие дровишки. Здесь у нас уже порубанные дровишки. А здесь у нас девчонки, любящие сыл. Барабанщики, девчонки, получается. Да, мы думаем, давай использовать барышки. Ну, поднимай специальности. Ну, да. Нет, спасибо, девочки. Кушайте на здоровье. Ну, как, удобный нож, легендарка? Оставшийся кусочек сыра тоже порежешь? Я все порежу. Все порежешь. Ну, давай. Умничка. Что они там делают? Лев матрасик надут? Нет, еще устал? А, тяжело. Нам не тяжело тут. Все, да? Все легко и просто. Да, разложили лампель. И овочки натянули, мои любимые. Кружечки с зеркальцем повесили. Старелочки, ложечки. Вот в этом мешочке из-под гамака. У нас лежит поварюшка и ложки. Очень интересно. Вот приехал новый гамак. Вот это красный у нас был. Приехал голубой. Еще ни разу его не вешали. Сегодня подвесим в первые. Лева скоро надует матрасик. Умничка старается. А папа скоро разведет костер. Вот и доброе утро наше. Кофе и кашка готовятся. Левушка тестирует новый гамачок. Как удобно? Да, все удобно. Ну и хорошо. А папа нашел мою заколку. Спасибо. Аленушка вам что делает? Аленушка, ты что там делаешь? Утренний мультик смотришь? Доброе утро. Я не знаю у тебя них мультик. А что ты смотришь? Блогеров? Угу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что вы там кушаете? Что кушаете? Рулетки. Рулетки, улитки. Улетки. Вот такой пачки. О, это вкусно, наверное. Полезные яблоки и ягоды. Да, из яблок и ягод, без сахара. Блёнок, я Дед Мороз. Я Дед Мороз. А играем по весу с ним. Круто. Вот такие красивые дровишки. Мальчишки нарубили. Вот наша первая ушица. Скоро будет готова. Дети почему-то мультики сегодня решили смотреть. Максим рыбачит. Там внизу. Очень хорошо, спокойно и уютно. Лучок скоро пойдёт в ушицу. И рыбка. Дети ушли после обеда с Максимом гулять. Надолго. Часа на два, наверное, путешествия. Это же поход. Вот, пошли путешествовать. А я тут поубиралась, да решила чаёк себе приготовить. Положила вот сюда уже милису, зверобой. Вот тут рядышком всё растёт. Зверобойчик красивый. Вот, нашла ещё красивый клевер. Сейчас почитаю в гугле, можно ли класть его в чай. И вот кладу ещё свежий шиповник. Вот, буду чаёвничать скоро. Значит так, благодаря гуглу выяснилось, что клевер очень полезный. Его можно и нужно заваривать. Так что чай тут пока у меня готовится, я пойду насобираю клевера про запас на зиму. Кроме полезных свойств, он ещё и вкусный оказывается. И не горчит, обладает приятным ароматом. Можно класть и в салаты, и в борщ, куда угодно. Так что будем с этого лета, впервые в жизни, заготавливать клевер. Сейчас я вам покажу, какая красивая поляночка. Я, конечно, её не буду всё выдёргивать. Несколько головушек сорву, остальное оставлю. Вообще, в этом году лето очень влажное. И, на удивление, уже середина июля. Здесь все тропки зелёные, трава высокая. К этому времени обычно уже всё выгорает. Вот. Жарюль, жарюль, жарюль всегда тут стоит. А нынче прохладненько. Пошли с Алёнышкой сегодня утром купаться на перекаты. Она даже не захотела, потому что вода прохладная. Ветерочек приятный. Я покупала, всё, а немножко только зубки почистила. На пляже видно сейчас около двух часов дня. Пляж почти пустой. Мало желающих такую погоду. Не очень жарко. Купаться, приходить. А мне хорошо. Просто прекрасно. Вот поляночка. Красивая. С клевером. Такие вот крупные цветочки. Клевер луговой. Самый распространённый клевер. Вот. И у нас он есть. Сколько мы лет сюда приезжали, я никогда здесь не видела клевера. Он просто, наверное, не мог распуститься, расцвести и вырасти. Из-за того, что у нас всегда сухо и жарко. А в этом году вот такая красота. Не хочет камеру фокусироваться. А вот получилось. Вот такая красота. Тра-та-та. Вот полянка уцелела с клевером. Он ещё рассеется на следующие года. И я себе немножко впрок насобирала. Если встречу другую полянку, то, может быть, ещё немножко соберу. Вообще, думаю, что достаточно мне на зиму по цветочку добавлять в чаёк. Вот и повис мой клевер. В тенёчке. Красивый такой. Буду ходить, любоваться и нюхать. Красавчик. Так, ещё и украсит нам наш лагерь. Так, заленились. Веточки. Ещё кружка горячая. Мне не надо, чтобы она кипела. Вот так вот потомится немножко. Горяченький. И мне этого достаточно. Видно, что там шевеление происходит. Не люблю, когда чай кипит. Люблю, когда он тонится понемножку. Спустя сейчас вот такой красивый, насыщенного цвета и аромата получился у меня чуёк. Вот с зефирочкой я чаёвничаю. Дети ещё гуляют с Максимом. Приятно провожу время с аудиокнигой и чаем. Всем хорошего настроения и приятного времяпровождения. Пришли дети с прогулки. Будем шашлячок жарить. Вот что они принесли. Максим нашёл большущую поляну со зверобоем. Теперь вот такой у нас запас зверобойчика. На всю зиму нам хватит. Это вы всё нашли на горе? С помощью металлоискателя или просто нашли? С помощью металлоискателя. Это вот рычаг от техники. От какой-то техники, да? А ещё что там есть? Кстати, на поле, где мы были, были комбайны. Работали в поле. Вот эта вот железная труба, тоже техники. Очень тяжёлая. Вот эти вот. Проволочка. Какой-то диск вы ещё нашли, я смотрю. Круглый. Какой? А, вот этот? Тяжёлый? Да, он железный. Это не диск, это шею этой... Крови. Коню? Ну, да, коня. Не думаешь? Если вот это вот. Козаки. У них есть лёг. Это медная труба. Так. Ещё какая-то тяжёлая штука. Вот это да. Вашу коллекцию металлолома. Отводки и отводки. Пробки алюминиевые, да? И отводки. О, Лёва, разгорелась всё-таки. О! Аллилуйя! Не зря я дула. Да, молодец. Дул, дул и надул кострик. Кто ждёт мяска? Я. Алёна, ты хочешь мяска? Ты уже кабачков наела? Всё так хорошо. Скоро, скоро, скоро. Будет готово. Сделать вечер уже, часов 7 вечера. А, конечно, сейчас раздам. Нагулялись, устали. Хочется уже в интернете. Давай после мяса. Иди тут, помогай папе жарить, колдовать тут вокруг. Что? Шмузик. Молодец. Понятно. Разобрала. Ну что, вкусно получилось? Лёвушка, тебе не нравится? Лёвушка, тебе не нравится? Лёвушка, тебе не нравится? Спасибо, папа. У нас такой великолепный ужин. Муравейчик решил утащить. У нас сейчас еды. А за кусочек мяса. Так вот он несёт. Или хлеба. Несёт, несёт, несёт. Несёт тяжело ему. Но он несёт. Думала, подпокровала, не пойдёт дальше. Всё, скрылся под покровалом. Вы уж наели, смотрите, мультики смотреть. А, Лёвушка, какую ты песню напеваешь? Батарейку включим? Да. А, отлично. Пошёл за колонкой. В общем, муравьи тут освоились. Несут еду с покровалом. А, так это один муравей? Я думала, что два муравья по разной стороны. Это один муравей. Максим, тащит такой огромный кусок лука. Один. Да. Этот лук больше, у раз в пять. Да, у нас лука много, муравьишка. Приходи ещё. Несёт жареный лучок. Ужин удался. Десерт хороший. Чаю хотите? У мамы есть чаёк. Будете? Без чаю нормально. С чаем? Сейчас сделаю. Приятного аппетита. Настал уже совсем поздний вечер. Девять часов. Дедик вкладки. Мультик смотрит, но что-то кто-то кричит. И вот такая вот красота. Тишь да гладь. Божья благодать. Нету ветерочка, штиль. И вот так красиво отражается наш дом с красной крышей. Правда красиво. Ух ты! А это рыба. Вот такая красота нас сегодня усыпляет. Спокойная погода. Невероятная красота. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова